Ликвидация свалок. Каннский район получит на эти нужды более 14 миллионов рублей. Порядок наведут в Георгиевке, Бережках, Филимонова и Ашкауле. Средства выделят из краевого бюджета по госпрограмме охраны окружающей среды. Места размещения несанкционированных свалок можно увидеть на этой карте. На карте также отмечены еще 27 муниципалитетов, которые получат средства на уборку свалок. После того, как незаконные свалки ликвидируют, их обозначения станут зелеными. Таким образом, любой пользователь, пройдя посылки, сможет оценить темпы реализации и результаты проекта. В Минэкологии края подчеркнули, что за очищенными от мусора территориями будет установлен усиленный контроль, чтобы несанкционированные свалки не вырастали вновь. Специалисты администрации Каннского района и заместители главы территории, начальники структурных подразделений получили награды от губернатора региона Михаила Котюкова и Законодательного собрания Красноярского края. Сергей Макаров, временно исполняющий полномочия главы Каннского района, передал благодарственные письма Владимиру Котину, заместителю по общественно-политической работе. Анастасия Вижевич, заместителю по социальным вопросам. Благодарственное письмо от Заксобрания края получили Екатерина Пономарева, начальника дела архитектуры и Наталья Левшиц, бухгалтер централизованной бухгалтерии. Награды от губернатора заслужили специалисты бухгалтерии Наталья Покоместова, Юлия Миронова, Тамара Жовнир, главный бухгалтер Валентина Юткина, а также Ксения Шадрина, главный специалист отдела архитектуры администрации Каннского района. В Остафьевке активно развивается необычный вид спорта – флорбол. На спортплощадке села провели турнир с участием четырех команд из Георгиевки, Большой Ури и Остафьевки. Соревновались спортсмены 12 и 14 лет. По итогу соревнований места распределились следующим образом. На первом месте команда из Остафьевки, на втором – еще одна сборная из этого села, третье место у Георгиевки. Гиревикам из Филимонова присвоили спортивные разряды. Илья и Полина Ханины – брат и сестра живут в Филимонова. Вместе занимаются гиревым спортом. Талантливых ребят тренирует Татьяна Шмидт. 10 августа в Красноярске на праздновании Дня физкультурника председатель Федерации гиревого спорта Красноярского края Сергей Селеговский вручил Илье и Полине квалификационные книжки и значки первого спортивного разряда. Ректор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Владимир Лузан передал привет родному Чичиулу. Владимир Сергеевич – ученик Ивана Константиновича Косых и выпускник Чичиульской детской школы искусств по классу гармонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова